Очередь Team Empire выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Осталось 10 секунд. Осталось 10 секунд. Осталось 12 секунд. Спасибо нашей студии аналитики. И всем еще раз добрый день. Уже наверное добрый вечер. Дорогие друзья, у меня сразу вопрос к тебе, Вов. Тебе возбуждает пик тимликвид? Я же не трогал твой шнур. Не трогал шнур? На самом деле, да, мне просто очень нравится такой герой, как Outworld Devourer. Вообще интересные грязи понабрали Team Liquid себе, но я соглашусь, наверное, с NS-ом, то, что Peak Empire смотрится настолько мощно, что чем-то мне напоминает игру первую Team Spirit против Веги, где у Spirit'ов прям в каждый герой, в каждый артефакт вкладывалось такое огромное значение. А тебя не понимают в третью карту? Да, а третья тоже была очень похожа, но вот именно из-за того, что Бруда. Посмотрим, как здесь вот эти вот неприятные пушеры. Mind Control все-таки совершенно по-другому играет, нежели маг. Вспомни, ну, маг получил топовый NetWars и попытался занять линию. Вспомни вчера, как играл Mind Control. Он затерпел нереально вообще там, просто отдал все. И потом как-то потихоньку выкарабкался. В целом немножко другой стиль. Да, кстати, к слову о маге. Он в твиттере извинялся перед всеми своими подписчиками, перед зрителями, перед фанатами своей команды, потому что он выбрал, на его взгляд, не самый правильный айтем-билд. Он говорил о том, что нужно было собирать Орхид первым артефактом, не Никон Миконы. Это вопрос большой. И тогда, говорит, он говорил, что, возможно, игра пошла немножечко по-другому. Даже, говорит, много по-другому. Но там были Никон Миконы, там не было Орхида, и там не было возможности ставить Эберспирит. Ну, в общем, это была уже прошлая история. Там выиграли, в общем-то, ребята из Team Spirit уже в финале. Ждут сейчас победителя этой пары, чтобы встретиться в следующем матче. И, конечно же, внимательно с нами, с вами наблюдают также за этой игрой. Итак, давайте посмотреть. Liquid против Empire, Best of 3, первая карта. Победитель идет в финал Винеров, проигравший спускается в Лозерап. Поехали. Итак, Team Empire. Это No Fear будет играть на Bane, Resolutions играет на Death Prophet. А Лоша, Алло, Дэнс, он Раклик, вот, будет фармить на Герокоптере. Ну и Фаник, Дотан, Дэдхантер, отправляется вниз. Ну и Liquid. Кура играет на Undying, Фата на Outworld Devourer, Джеракс на своем сигнатурном тусике, Майнд Контрол на Бруде и Матумба Мэн на Медведя. Все так. Ну, конечно же, будет специально Empire отправлять его Тайдхантера именно против Бродмаза. Такой лайнап мы с вами видели в прошлой карте. Именно так все и было. Ну и, соответственно, Дабла пока в харде стоит у имперцев. Попытаются они помешать, мы берем немножечко подфармливать. Нет у них там еще суппорта. Рядышком Бэйн пока, видим, перемещается по карте. Ну и, видите, Сэмми ожидает противостояние Death Prophet от World Devourer. Ну, в общем-то, здесь без каких-либо интриг здесь все стандартно. Интересно, как смогут отстоять здесь к уроке и Матумба Мэн. Все же Оракл, Пусть Геракоптер довольно сильная дабл-линия. Могут, если что, и фраг сделать. Пускар опознался. Смотри. Да, нападение на Алоху. Алох тут нормально так перекрыло. Пытается, откинулся, откидывается. Ну, в хп он, конечно, знатно потерялся. Он погиб. Ферстблат не сделали на нем. Да, ферстблат делают. Ликвиды. Идут дальше за хвостом. Хвосту тоже очень больно. Акура за всю боль игры совместной в Na'Vi, видимо, решил разойтись. Не будем как бы забывать, что эти два игрока в свое время играли. На, по-моему, четвертом Инте, да, они играли. В этом месяце, да, раньше. Да и на третьем играли вместе. Да, да, да. Ну, вообще-то, много всего не сошлось. Имперц, во-первых, не смог проесть проход Алоха. Во-вторых, Керакоптер был с флэком, а не с рокотберриджем. Он тоже помочь никак не смог. Ну, и в итоге, трипла... Ну, окей, дабла. На тот момент была дабла. Не смогла ничего сделать. Погибла. Там, где им погибать ни в коем случае нельзя. Там, где они должны линию выигрывать. Так, что тут не самым удачным образом стартует МП? Против Медведа удачи линию, на самом деле, выиграть против такого. Он все-таки довольно-таки гибкий. Закрывают опять. Да ладно, двух саппортов теперь закрыл. Еще сатир дает волну. Да что же такое-то? И дальше тут, ты посмотри, сноубол за ноуфиром. Ноуфир брейнсап, типа аут, понятно, сбить нечем, нужно подержать. Проблемы у имперцев огромные. Здесь проблема. Алоха загуливает уже во второй раз. Ему перекрывают в том же самом месте проход. Ничего не может сделать и погибает тут же. И, по-моему, уже пора с вами поцелениями. Жачушки. Здесь прям трудно очень будет. Хвост особо-то и не фармит. А вот товарища Матомбо Мэна полный порядок. Ну, когда говорилось о том, что сделать то, что должны сделать, не имелось в виду отъехать, конечно, так, здорово. Ну и здесь зомби. Вот зомби, он для этого во многом и брался, чтобы прийти и навести вот такой вот шорох на линии. Навел, навел. Зомби навел, тускар навел. Теперь тускар хочет шорох навести еще и на мидлейне. Там Death Profit. Кстати говоря, 10 на 3 Крипстат у него против Отволдвауру, у которого 10 на 3 так же прям очень ровненько идут. Да, это уже не тот УД, который так жестко овнит всех антовиков, воруя интеллект вторым с пылом. Он теперь больше похож на какого-то Сларка. Ну, хотя добивать крипов он тоже может мешать вот таким вот образом. Просто прячет героя и не дает ему заласкидить. Тоже неприятная тема, учитывая, что стоит довольно-таки дешево. Всего 120 маны. Можно там 6 раз успеть кастануть. Вообще герои-то довольно-таки похожи друг на друга. У них есть демор с руки примерно, кстати говоря, одинаковый. При этом количество брони не особо сильно друг от друга отличается. У них много просто от простой брони. И вот стоят таких два довольно толстых персонажа, обмениваются способностями. Так вот. Один вас пролил другого. Да опять они зажали. Смотри, ноуфира. Ноуфир пытается найти себе проход, но там айшард. Ноуфир ставит томстоун. Томстоун падает. Есть слип. И все ставит в себя, ноуфир. Не занавился, ноуфир. Но в любом случае подформили, конечно, тамбун. Но в любом случае убили бейна. В очередной раз кто-то здесь стревает. И опять откидывается у нас тусик. Неплохо. Оракул. Есть еще мана. Нет, закиливает зомби. В итоге алоха. Алоха заканчиваются шарты. Но бьет в медведь. Проедает до конца гейминг. А там МП закончилась у герокоптера. МП хороший слип-то фейер дает. А дальше-то что делать? А дальше-то что делать? Дальше ничего не сделать. Нужно уходить из женоуфиру. Тяжеловато. Вот только из-за того, что они по фрагу сначала отдались. Сейчас хорошие левела у ликвидов. Есть какие-то первоначальные айтемы. И уже им перцем убивать кого-то суперсложно. Да, на самом деле, посмотри еще на нижнюю линию. У нас тут не все развивается, как в прошлой игре. Здесь Бруде сложнее. Ну или просто Майнд Контрол не хочет заходить за линию. Это не совсем правильно, как мы видим. Потому что Тайт Хантер имеет слишком много крипов. Бруда-то пить? Бруда-то пить? Да, в прошлой-то игре Тайт Хантер, просто зафармив всех крипов на линии, оказался гораздо эффективнее. Но здесь ему еще и пауков дарят. Он сейчас может убить Бруду, кстати говоря. Я не понимаю, Майнд Контрол, а почему так? Почему, в общем-то, ты криповчиками-то видишь? Такого себе маг не позволял, крипов не отдавал. А здесь прямо по анекдоту... Дополнительный бонус какой-то боже. Он просто жмет и все. Сейчас он убьет ее нафиг. Просветка будет какая-то? Может, там уже находится, смотри, Алоха. Правда, Алоха без просветки. Алоха, а что ты здесь делаешь, Алоха? Тут очень просто убить. Просто Рэвэдж, Энчер, Смэш. Если она просядет. Все, это минус Бруда. Рэвэдж. Цен 3 не хватает. О, хорошо, Алоха. Неплохо сыграно. Неплохо. Бруда там в шоке вообще. На самом деле, она зря начала метаться, если просто встала на месте. Ну да, на нижней линии провал. Тем временем видит, что ушел отсюда. Пытался заслипать Бэйна. Получил стан. В итоге тут же проходит Корни. Чуть не с первого удара. Беррифайр проедает Медведь и выживает. Паник перетянулся, но Рэвэджа у него уже нету. Медведь продолжает биться. Медведя нужно забирать. Дают ему слип. Медведь. Энчер Смэш минус Мишка. Теряет хп Матумбуман. Есть новый. Вызывает нового. Идет опять в траку. Слушай, снова болото. Медведь дальше идет. И что, будут убивать? Нуфир. Корни срабатывает в очередной раз. Нуфир пытается стараться на конца. Уроки убьют в размен на Бэйна. И дальше идет паник. НК Смэш. Уракса проблемы. Опять корни. Вот они еще раз прям корни проходят. Матумбумана нужно убить. Если убьют Матумбуман, у него нету. Опять корни. Как это срабатывает вообще у тебя, Матумбуман? Что ты делаешь-то? В итоге Матумбуман уходит. Хотя на самом деле было очень близко. Если бы его второй раз убили, у него 90 секунд медведя бы не было, это было немного рискованно. Это было очень рискованно. А так он уходит, наживает и остается у него КТА 2.01. Причем с неплохим крипстатом. Ну окей, не самым крутым, который можно было взять с верхней линии, но тем не менее. А фрага полностью компенсирует недостаток фарма по крипам. Ну вот сейчас посмотрим, кстати говоря, разницу в этих ритм-билдах. Если Мак не стал собирать Орчет, то здесь Бруда как раз его рашит. И начало-то у нее совсем неудачное, в отличие от прошлой игры. Игры веги. Посмотрим, насколько сильно повлияет. Считает Контору нужно срочно, опять же, смещаться на нижнюю линию, потому что здесь пучков уже очень много. И Арактал, понятное дело, против них ничего делать не может. И где он? Хвост перетянулся. Ага, все, надоело стоять на топе. Просто надоело, страшно, больно, убивает хвост. А 22 крипа всего лишь смог убить. Решили теперь свапнуться. Просто у Тайда довольно-таки много всего. Он, в общем-то, свое нафармил. 1-0-1, восьмой левел, он может чуть ли не на иншентов уходить с такой раскачкой. Ну, ему третий только, разве что, взять себе еще смеш. Ну, медведь все-таки его больно пробивает. Орбо в веном, плюс корни, периодически, которые проходят. Больно. Несмотря на то, что... Ну, вот есть такие герои, против которых Тайд все равно стоит не очень. Это вот Лон Друид. Это если успела взять себе там левел, та же какая-то Мартретка. А у нее слишком много дэмджа. Она тебя заспамливает. Даггерами. Даггерами. Боже мой. Даггерами своими. Резолюшн. Выходит на лайн. Вот сейчас можно медведя попробовать убить. У него, кстати, есть шестой левел. Он перекасковывается. Надо тактовать. Рор. Но что-то Рор как-то не особо помог. В итоге минус Мишка. Хорошая фраг. А где СФТП-шкидов Тускара? А Тускара нет СФТП. Он пришел вниз. Да, они просто даже и не думали о том, чтобы кого-то засейвить. Выходили сами на хвоста. Которого еще, кстати, шестого нет. Но хвоста-то забрать гораздо сложнее. Ну, вообще-то он там спрятался под тавором. И фейзи у него уже есть довольно быстро. Поставили апсевер такой вот, ликвиды. Но Гангк, как явно, не удался. Плюс ко всему потеряли своего керри. И будут еще ко всему этавор. Как же много имеет Тайт. Это просто нереально. Так, видят Алоху. Алох сейчас еще разочек может закинуть. Смотрим, ставят Стамба, Алоха. Да, Алоху здесь заберут, явно. Ну, не скупятся на фраги, потому что фраги-то нужны, собственно говоря. Так же он долго живет. Долго живет, но забирают его. Там нет абсолютно никакого эскейпа. Ну что, по Нетворсу можно посмотреть. Тайтхантер у нас очень далеко оторвался вперед. ОД и Деспрофит идут вровень. Бруда... Да, отстала Тайда где-то на полторы тысячи. Ну и Медведь с Гирокоптером тоже вровень. В принципе, все преимущества команды Empire это Тайт. Так, заходите временем на Бейна. Отсюда Гирокоптер уже улетел неудачно провязав свой колдаун. И Айшардами не перекрыл. И нофир сейчас, возможно, уйдет. Плохо, конечно, сыгрался и с Шардами. В итоге Аракул спасает Бейна здесь. Очень неудачно сыграл Тусик. Бейна должны были убивать. Это был бы еще один фраг. Гирокоптера здесь не было. Все равно возвращаться нужна нижняя линия. Все равно нужна ее дефи. Там терение Фаник. Опять-таки слишком далеко зашел. Под Тир-2. У Деспрофит приходит. Ну что ж, всеми силами. Вот это очень опасно, потому что у Дэта как раз его... Да, у Дэта как раз его убивает очень жестко. У него не режется дэмэдж с арбы. И в итоге Фата зарабатывает очень ценный фраг. Я чувствую, это фишка СНГ. Вот так вот взять на соло-линии огромное преимущество. Пойти и свидеть. Ну и знаешь, Тайтхантер... Здесь Паник посмотрел предыдущую карту. Говорит, ничего себе, как умеет там Тайтхантер. И типа Тир-2. И не умирает против Трои даже. А давай-ка я тоже так пойду. А тут Санит Эклипс. А тут от Волт-2-Ваур, который ворует очень много интеллекта. Чтобы магу не было так грустно, что он там на бруде отдался. Тоже нафармил много и отдался на Тайде. Можно и так сказать. Можно и так. Но вообще, да, здесь Фаник, конечно, далеко зашел. Он почувствовал прям. Такое ощущение, что он забыл про ОД. Ведь если не ОД, убивать его здесь тяжеловато. Но с ОД зато шутки плохи. Проще, просто убивает его от Волт-2-Ваур. Вот тем самым, что прогнали Тайтхантера с топа. Мишка начинает сразу сфармить. Нафармил себе на Мидас. И более-менее вся ситуация у него будет налаживаться. Будет поднимать себе на Творс. Но в своем случае Эмпайр собирается снизу. Лаги их, правда, мучают немножко. Включается у нас там Бэйн. Надеемся, что все будет окей. Вообще, 11 минут игры позади. Какие-то промежуточные итоги можем подвести. Графики показывают ноль. Эксперенс тоже. У них у кого нет преимущества. Оракул плюс Бэйн в паре проиграли 6 игр из 9. Не самая лучшая синергия. Дес Профит от Тим Эмпайр. В патче 3 игры, 3 победы. Вот, кстати, да, там вопросов было много. Почему только Тим Эмпайр берут? Ну, хорошо, они с ней играют. Вчера как раз-таки против Na'Vi там Дес Профит. Как я видел. Ну да, там все заканчивалось тем, что... Просто что-то нереальное творилось под ультом Баньши. Да, ну и Бэйн в итоге у нас... Бэйн у нас отключился. Есть ли какие-то... Выборка просто небольшая. То есть 3 матча это, в принципе, не так много. Тем не менее, 100% эвентрейт говорит сам за себя. Так, худший пик Cloud9 тут нам указывают. Это, видимо, сверху. То, что обсуждалось на аналитике. Да, только там был Саль... А, Бесмастер был. Из того, что он говорил. Бесмастер, Бруда, Туск, Коттл и Лондруид. Здесь Лондруид, Туск, Бруда. Только еще ОД. И зомби. Ну, кстати говоря, все-таки может и сработать. Наличие зомби в корне меняет этот пик. Ну, патч другой, да. ОД все-таки это не Бесмастер, как ни крути. ОД это не зомби. Ну, да, ОД не котел, это уж точно. Железная логика. Тут общего крайне мало. Так, надеемся, что сейчас все порешают у нас с Empire. И вернутся в игру уже. Ну, ладно, пока пауза, дорогие друзья. Напомню, что это только первая карта. В этом полуфинале будет еще и финал. Сегодня тоже по формату Best of 3. Ну, и если у вас есть какие-то соображения по поводу драфта или, может быть, чего-то другого, вы можете сходить в Twitter, писать по хэштегу. Так, сейчас я буду пользоваться паузой по полной. Так, ну-ка, поехали. Во-первых, что важно. Если вы не знаете, если вам срочно нужна торговая площадка, и вы не знаете, где ее найти, естественно, в онлайне торговая площадка, а не помидоры продавать на улице. Ну, там можно на рынок сходить. Есть такой рынок только в онлайне. То g2a.com лучшая площадка торговая, на которой вы сможете совершить все необходимые вам операции, как купить, так и продать. И не может быть даже и речи о том, чтобы задуматься и не использовать эту площадку. Если же у вас много лишних денег, да, если вы уже продали все на торговой площадке, но денег не хватает, то вы можете поставить на и гейминг-бетсах, и, собственно, выиграть... Или проиграть. Или проиграть. Да, например, вчера можно было выиграть 13 к 1, если поставить на скрина, но нельзя было выиграть, потому что он проиграл в итоге. Но, как бы, теоретически возможность была. И также сегодня еще стоит сказать, что конкурс от G2A у нас будет. Вы можете следить за соцсетями Рухаба. К каждому матчу создается голосование. Вы можете голосовать за победу той или иной команды. По завершению матча будет выбран победитель. Ну, это классная штука. Да, победители получат. Будет разыграно 10, по-моему, карточек на 10 евро. Нет, 8 карт на 10 евро. И одна карта на 20 евро. Ну, это нормальный конкурс. Между прочим, можете свои банкования использовать как-то с умом, да, и заработать. Ну, да, тут вы ничего не теряете, но, как бы, в отличие от ставок, и не факт, что вы играете, даже если угадаете результат. Но попробовать стоит. В общем-то, 10 евро на дороге не валяются. Особенно по нынешнему курсу. Это много. Это очень много. Так, тем временем пауза отжимается. Бейн-то вернулся у нас. Тавр разобрали. Очень быстро Эмпайр. И сейчас кто-то кого-то ловит. Непонятно, Джеракс кого-то ловит. Или и Джеракса будут ловить. Давит Томпсон. Не очень удачный айшард. Залетает коллтаун. И... А Томбус есть. Томбус ели. Что дальше? Ой, как больно. Ой, как больно. УД дает раскаст. Минус хвост. Просто всех заобнил. Кентавр дает стан победному. Алохи, Тайтхантер, Реведж. Спирит Сифон, Фату. Фата живет. Фату нужно задувать. Еще один Спирит Сифон. Фата минус. Но теперь начинают грызть Баншу. У нее нет тумана. Нет. Решают просто убежать отсюда. Даже не потому, что боятся Баншу. Из-за того, что с ней огромный зеленый водолаз. Водолаз. Водолаз идет вперед. Но вот у нее нет блинка. Доставит Джакс. Он не сможет. Джакс ограничивает проход. Вот здесь и уходит на ТП. Хорошая драка. Хорошая драка для Ликвид получилась. Отличное подмечение от Вол Девау. Раскставался полностью. Больше всех урона нанес. И Кирокоптер там не справился. Суппорт, соответственно, тоже. И один в три получилось. Более-менее. Плюс ко всему, опять же, это созданный Спейс для Лондруида, который просто-напросто фармил. Зарабатывал денег. По-моему, напидел сейчас Алоху медведем. Но, тем не менее, да, фармил и зарабатывал деньги. При этом еще снизу у нас вышки нету. Бруда получает все большее пространство. Ну и УД. УД, конечно, приятно. То, что он разгоняется. Вот то, что он умер, это нехорошо. То, что он до этого разгонялся, это здорово. Баньша выходит все время подкушать Тавр за счет своего ультимейта. Но нужно его использовать. Слушай, а там пока еще действует, можно и Хир-2 забрать. И налегают, так вот, на имперцы. Рад встречается и Клип, и Ликвид, и Бройдска, тоже собирают Дев. В всяком случае, откидывают. Они пушат в ответ. И та снизу сплит идет. Там Бруда, активно уже, своими суммонами, куроки рядышком. Ликвид в плюсе. У них два героя пушат вниз, у них два героя дефит и лондруид фармит. В то время как в пятером. Берцы на миле. Смог фража лечит. Можно у тебя Джеракс, Джеракс. Как же быстро его испопеляют. Он просто встретился. Просто втанковал. На самом деле, неплохо он втанковал, потому что это саппорт. Но он встретил Смог, потратили на него финсгриб. И в этот момент забрали Тавр спокойно снизу. Как же отличается текущий матч от матча предыдущего? Здесь мы видим огромное количество фрагов. Очень много перемещений. Сразу стычек каких-то. Может быть, соло киллов. Все того, что не хватало, например, в предыдущем матче. Ликвид очень грамотно действует в макро. То есть это вчера я уже отмечал. Они вот взяли вроде бы этот худший пик практически в истории доты. Но они знают, что с ним делать. И очень хорошо у них это получается. Хотя все еще пока что непонятно, как собираются эту баньшу останавливать. С Тайтхантером вместе. Они имеют топовый нетворс. Они фармят крутые артефакты. Грифсы там появились в Тайтхантер. Ну да, в общем, действительно, резолюшн получил неплохой старт. В общем, как и ОД, но только ОД погибало, резолюшн нет. Ну и Тайтхантер, который тоже реведжи, в принципе, весьма к месту использует. Не хватает ему разве что только какого-то блинка. Ну и возможно, сейчас с появлением грифсов они все-таки попытаются пойти вместе. Вот, может быть, пропушить какой-то Тавр. Ну, а здесь Ликвиды опять же пытаются, пытаются их распределить. Ну что, Тайтхантер в итоге... Да, странная ТП наверх. Ну, просто он зашел на Рошпит, посмотрел, полетел наверх. Там Медведь опять. Не хотят давать ему Тавр, естественно, потому что Радианс будет быстро. Сумми, какой мап-контроль от Ликвидов. Они зажимают очень жестко Эмпайр на базе. Ну, это бесконечный сплит, конечно, с одной стороны с Медведем, с другой стороны с Брутой. Невозможно ловить, пытаются только как-то вот ловить вот сейчас. Ой, заходит. Ой, как плохо-то. Ну, бафает пока, Лоша. Заходит, все время с полдрауном. Бостро стрелять надо Том-Стоун, драк слили очень быстро. Том-Стоун минус. И сваливают, сваливают майн-контролку, Рокки делает ТП-Аут. Вот так вот можно. Вот так вот работает. Вы заходите под смоками, нападаете, разгоняете противника, и при этом еще нужно пойти и самим что-нибудь пропушить. Тогда вот будет хороший выход. Проблема в том, что потратил Больша свой ультимейт, стянулись все вниз. Пока все вниз стянулись, ОД фармит, и Медведь фармит. Башню Сил Света на центральной линии. Ну вот, невозможно. Где-то вы успеваете, в таком месте пропускайте. Игру напоминает вчерашнюю команды Five Elements. Я ее не комментировал, я ее так смотрел. Но там было забавно, что все время какие-то драки, что-то происходит, но фармит Квапа и ОД. И в итоге Квапа и ОД приходят, просто собирают фраги каждый раз, и опять возвращаются к фарму. Ну, эту игру проиграли. Хотя могли. С печальным концом получилось. Вообще, ну, тут есть Медвежонок. Вот Медвежонок, он тот персонаж, который может затащить. У него скоро появится там браган, это будет очень круто. Единственное, что, конечно, Empire должны знать примерные тайминги, и, ну, только либо сейчас агрессивно очень сыграть, составляя Медведя оторваться немножко от фарма, либо же они будут как-то Медвежонка в Кантри. Это вопрос только Кант. Агрокоптер, но очень долго будет Медвежонок разбираться, например. Собственно, пропушили мид и отступают. В этот момент продолжают сплитить два героя, точнее, по двум линиям. Бруда и Лондруид в основном, конечно. Но не только. Еще и немножко зомби там пытаются. Ну, зомби бы просто тамбу ставить, фармить леса, было бы нормально. Но не хочет он. Под Кантри резолюшеном кого-то купил себе плейкмейл. Майн контрол здесь уже вот с Орхидом. Вот это Бруда с Орхидом. Посмотрим, насколько это серьезно повлияет на игру. Во всяком случае, Деспрофит он уже поймать не сможет. И Багиул. Она свейдет Бэйна. Можно кусать, можно кусать Геррокоптера. Хотя у него Сэнджи довольно плотный. Ну, конечно же, Оракла. Оракла за Орхид забирать на удовольствие. Медвежонок грызет. Пошли на Бэйна. Вот он как раз Орхид. Но Оракул. Тут же нападение на Джерекса. Опять продали Джерекса и убегать. Так жестко и так быстро, главное, его съедают. Ну, Оракул слишком силен вот за этой своим ультимейтом. Он портит совершенно игру. Так да, вот уже который там в третий получается раз, что ли, или во второй. Джерекса вроде бы видит цель и пытается ее убить. Все мешает Оракулу. Ну, Джерекса спейсил. Это раз уже заспейсил. На самом деле, конечно, стягивают раз за разом очень много. Банша динает вышку. В этот момент Медведь приносит себе Сакрат. У него уже 600 монет. Если упадет вышка на топе, у него будет Родианс. Нужно пойти, попытаться, наверное, принять. Но как отойти, когда все время снизу какой-то экшен? Смоки. Прожали два саппорта, но два саппорта... Слушай, там вот с одной стороны и с другой стороны выходят. Смотри на это. Просветку жмут. Майн контрол, но он опять же там. А тут не вытащить просто никак. Да, это забавно. Это очень забавно. Они точно знают, что противник там, но там они достать не могут. Ну да. Это как кот в коробке Шрёдингера. Ну да. Но это из разряда того, что не надо идти с упортом без гирокоптера или без тайдхантера. Смотри, пауки как сгрызают бедного лоху. Очень больно ему. Забрались, как говорят, до Тир-2 даже. У нас Демпайр по топу. Медвежонок без радианции пока пытается вывести на тебя крепочка. Получается. И клип. Так. И стягиваются. Стягиваются ликвиды. Возможно, будет у нас драка. Саппортов нету. Саппортов нету. Знают об этом резолюцию. Здесь можно пытаться принять. Но тайдхантер рядом. Плетел хвост. Всё, остались вдвоём. Деспрофит нужно бежать, Тайдну нужно бежать. У Тайдна всё ещё нет блинка, но отпускают. Не стали ломиться, Бруда не стала перетягиваться. Можно было на самом деле устроить драку, учитывая, что там втроём находились. Но хотят сыграть надёжно, хотят дофармить радиан с медведем. Надёжно ли это? Надёжно ли или нет? Просто пока хорошо фармить только медведь, потому что медас, потому что на топ-линии он с неё и не уходит. Остальные уже немножечко проседают. Ну, с его, да, с одной стороны. С другой стороны имперцеви тоже раскачивают свои коры. В прежнем Деспрофит, в прежнем Тайдхантер крайне хороши. Появятся блинки уже станут помобильнее. Ну, не знаю, вот тут пока прежнем очень непонятно. На самом деле игра говнородна. Получается, 19 минут. И счёт 8-8. Да, продолжается. Чуть более так широко действует Ликвид, в то время как имперцы, конечно, такой возможности не имеют. И разъедают паучки опять. Да, едят его пауки, подъедают. Всё, пошёл фит. Паукар мисфидил. Ага, а теперь как? Ноуфир. ТП не успевает сделать, ноуфир разрывают. Боже, кулдаун. Это... И корни сейчас с первого удара нет. Северч Рор. Северч Рор. Кто не отпускает? Хворкет. Ну, купиться бы, конечно. Да, вот вам и подформили пауков кулдауном. Просто со всех сторон. Вот как раз сказал о том, что широко действуют Ликвиды, потому что у них есть такая возможность. Эмпайр, которую я всё время хочу почему-то назвать Нави. Прошу прощения, если я уже так сделал и сделаю. Но я можно понять. Очень... Очень нужно быть сконцентрированными. Очень слабые у них пока что вот эти вот герои. Особенно если они потратили часть спилов. Просто потратили кулдаун, брейнсап. И как дальше? В итоге минус Рошан. УД здесь разбирается с ним со своим чистым уроном очень быстро. Как раз говоря, ну такой байк получился на паучков в итоге. Потому что специально майн-контрол притягиваю. Я думаю, что специально. Да, оставляю. Различия просто огромные. Если лайнинг вначале он отстоял гораздо хуже, но посмотрите, насколько лучше сейчас он себя чувствует. Применение бруды пока отличное. Ну вот сейчас может подставить. Лайнинг заходит. Ага. Он всё видит. Всё видит своими пауками. Сейчас ещё Баншу пытается развести на волну. Она попадает, конечно, по части пауков. Но всех не зафармила. Здесь же у нас Джеракс. Ой, сейчас может быть драка. Залетает. Фанник на Джеракс. Очень быстро пытается забрать. Джеракс. 100 болс. Квайф. Ловко пэз. Заюзать. Ставит стом. Стон. Будут и подхиливать Джеракс. Джеракс. Убал раз панч. Есть рэвэдж. Медвежонок стоит на месте. Медвежонок подставать. Расстреливает там Теренюх. Вот. Майндконтрол подставил. Он тоже погиб. Тамбу захиливают. ОД есть ультимейт. Но ловят сайландж. Поднимают его в ул. В итоге нужно как-то аккуратненько действовать. Тайтхантер заходит. ОД даёт ультимейт. Минус ОД. Очень битый герокоптер. Банша. У Банши нету маны просто на ультимейт. И ОД нужно забирать. ОД прячется. В итоге там всеми силами пытаются съесть несчастного Тайтхантера. Подходит сюда Джеракс. Который, судя по всему, байбэкл соберёт с собой ОД. Забрали уже Байна. Забрали Тайтхантера. Идут дальше. Встречают Алоху. Курьер спасается бегством. Это Алюшин тоже. Пожатничали. Имперцы остались. Решили сейчас мы ещё и ОД возьмём. Раз. Второй раз после Аегиса. Успел просто подойти сюда ещё и Джеракс. Ну и там Тайтхантер почему-то пошёл один против всех воевать. Ну да. Его там он ушёл. Как бы оттянул на себя внимание. Очень драка такая была. Вот кто лучше чувствует игру? Что сейчас будет? Запирает гирокоптера. Больша. А ещё Шива-то. Слушай, уже Шива есть. Да как же больно Медведев. Медвежонка потерял. Матубо Бэнс, Ларри получает. Неужели выживет 31 хп? 31 хп. 8! 8 хп. Дуй. Дуй в кусты. Дуй в кусты. Боже мой. Уходит. Вот это он, конечно, спасся. Чудом. Но получилось. Правда, подъехал Тускар. Но Тускара всё равно. Он умирает у нас в этой игре. Плаян. Тускар действительно умирает постоянно. За него там уже денег перестали, по-моему, давать. 0.7. Ну, точнее, 3.7. Но сколько раз он умирал уже. И после байбэка только что был. Ну, он даже после байбэка в таверне сидит очень долго. Тоже о многом говорит. Смотрим графики. 2000 всего на все выиграли Ликвиды. Ну, круто они разменяли Аегис прежде всего. И вот здесь Ликвидам как можно быстрее нужны Владмир и Кираса. Потому что они играют против Банши. Вообще непонятно, что с ней делать. Какая-то бешеная резолюшн. 4-0-4. Брутаут. Не зря. Всё-таки 100% нэмидрейт. У Эмпайр с этой без профит. Да. Потому что юзает очень качественно. Толстая, мобильная. Тяжело достаточно забрать. Ти духи неприятные. Опять же, нужно её как бы забирать. Стараться верстом. Потому что иначе начинают её там оракулы всякие сейвить. Ну, посмотрим. Слушай, там смотри, фанник ТТНВ стоит и ждёт, когда потянутся тиммейты, чтобы убить фату. Рядом Куроки. Гаш, Саленс, фата. В секунду в таверну. Можно не отпустить ещё и Куроки. Резолюшн. Начинает посасывать у него хп. Куроки ставит Томстоун. Чтобы подпитить противника, я так понимаю. Нет, там параллельно драка. Медведь. Ну, просто убегает. Ну, и Том надо забирать. Медведи тоже хотят сливать. Ну, там бас стоит наверху. Там, видимо, нет никакого вижена. И её, естественно, не забрать. Поэтому здесь отступают. Ну, ДС смогли смять. Очень хорошая игра от фаника. Нашёл инвиз и реализовал его. Тем временем, правда, Алоха. Ну, Алоха. Алоха. Алоха видит неплохо пока. Но вот, в общем-то, и поймали его в корне. Пытается кипап на себя кидать. Ну, да, тут он смерть. Укрепили свои сооружения. Бывает. Ну, правда, размена на Тир-2 на Топе. Пока, так скажем, лёгкую выиграл время для своих тиммейтов. Это действительно не должно падать. Так, летит. Летит зомби. Зомби прилетел. Зомби тут же схватили. Зомби уничтожили. Ну, плейт. Курат, Найс ТП. Да, Курат сыграл. Опять можно сбить фанику. Фанику опять-таки сбивают ТП. Это Саведж Рор. Как же он бесит. Саведж Рор сбивает ТП. Идут за ним. Не дают ему блинкануться, потому что медведь постоянно жжёт вордиансом. Но в итоге, да, в итоге понимают, что не убить. И не дай бог ещё кто-то подтянется. Тир-1 вышка рядышком. Решают отступить. Пока нету артефактов на армор. Я вообще на месте ликвидов особо не дрался. Нет, БКБшек даже. То есть они играют. И БКБ тоже. Они играют против Герокоптера с магическим прокастом. Оракл мешает. Ещё Саленс и Деспрофит. Всё это, в принципе, в теории могут... Против этого всё может помочь БКБ. И мы смотрим на этом билды. И видим, что у Гарклаб появляются у Фаты. Это первый намек, что будет собирать себе БКБ. У Майн-контрола БКБшка есть. А ТОБМЕН, конечно, БКБ себе собирать не будет. Но ему и других артефактов нужно собирать. Пока покупается Гиперсон. Остатки раз в последующем появятся. Просто ещё нужно время. Не готовы, на мой взгляд, ли кто-то так принимать бой. Но их и пары сильнее. Необходимы БКБ против Тайда. Необходимы куча армора. Там всякие шивы, плейтмейлы, всё что угодно против Банши. Лоту сорбы здесь отлично зайдут. Снимать сайленсы. Даже не рефлексить, а вот именно снимать различные спылы. Может быть Финсгрип как-то отразить. Но без армора против Банши играть очень тяжко. Там 5 армора у Бруды, у Медведя 17. Ой, Майн-контрол нашли. Да, зацепили его. Есть гема у Тайдхантера. А, БКБ на БКБ всё равно. Ну, через БКБ работает Спирит Сифон. И плюс ко всему слишком бодро на него там напали. В итоге Resolution Unstoppable. 600 монет ещё с Бруды получает. Этот вот Спирит Сифон. Урон чистый. Замедление. Проходит сквозь БКБ. Ещё работает в процентном соотношении. То есть актуально на любой стадии игры. Ну, это вообще-то жесть. Да, и вначале. Ну, я думаю, что могут его пофиксить. Именно, ну, хотя бы... Потому что вот он именно изначально силён, а в лейте становится ещё актуальней за счёт процентного Сифон отношения. Фаник пришёл. Гаш. Подели на мишку. И Превыш. Превыш пошёл. Кулдаун. Матомба Мэн. Как будем жить? А вот так вот. Севершорк тэп аут. Севершорк тэп аут и уходит. Отлично. Да, Медведь, правда, не успевает блинкануть, но Медведь просто убежит. Очень много в Медведя влили всего. Севершорк помог ему пережить прокаст. И вот, дороги, отступил. Неудачная попытка от Империи, хотя, в принципе-то, делали всё правильно, просто не хватило урона. Жирный. Жирный. И Кирокоптеру дэмэджу не хватает. Всё-таки пока Санжиняша Доминатор, ну, раз, он больше артистает. Так, Кираса уже есть. Владмир. Владмир просто необходим так же. Кто его не собирается пока покупать, мы видим? Я думаю, сам Медведь сделает. Он всё-таки, ну, должен прекрасно понимать, Матумба Мэн, насколько это важно против Банши. Опять поймали мать-контрол. Ну, что ж ты подставляешь? Так, ну, Киркинс Гриппа поймал и фьюз. Да, Майнд-контрол. Вот ты его начали убивать. Если вчера он довольно-таки хорошо отыграл с малым количеством смертей, тем временем на миде. Вот. Куда ж ты, Саня, зашёл? Саня! Да, Саня без БКБ. Санжиняшей. Рокер. Дикей. На Алошу. Алоша развернулся. Прогнал. И уходит. А он разворот может быть? ОД. Замедление. Здесь же Банша, но у Банши заканчивается ультимейт. Ну, просто так спасли, скажем так, своего суппорта. Ну, размен получился у флейнеров в керри. И там, и там, в общем-то, персонажи, понятное дело, просто ошиблись не было. Зомби идёт вперёд дальше. Ставит Тамбу. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Тайдхантер реведжем должен как-то спасать. Его закрывают. Будет ли реведж? Нет реведжа. Тратили же на топе только-то только. Ай-яй-яй. Как плохо. И просто в БКБ заходит пата. Реведжа нет. Даёт ульту. Стирает Тайдхантер. У Деспрофит тоже нет ультимейта. Деспрофит забирают со стриком. Минус Алоша. Патрит Пейн. Минус пять. Пата делает трипл. Дого же ты мой. Как сейчас поймали на том, что нету кулдаунов. Ликвиды. Просто прочитали эту ситуацию. Империи нужно было стоять за тертрита в Ираме. Янтод почему-то думал, что реведж хотя бы есть. Ну, вот они с Медведем умирали. Ещё не прошёл кулдаун. Довольно много ещё оставалось. Большой этот КД слишком у Тайдхантера. И в итоге четыре тысячи КД отыгрывает Ликвиды. И заходит на Хиграун, что страшнее. Посмотри, он с двумя артефактами ломает. Хвоста спрятали, чтобы Мишка жил. Перепроизвали Медведя. Хвоста сейчас могут убить. Хвост, хвост. Что ж ты делаешь? Но пол на Нин до конца. Лоша уже погиб. Босс. Палрасплачь. Неужели он погибнет? Да. И вот это провал. Это... Это просто минус всё сейчас на базе. Что-то быть минус игра. Есть байпбек, конечно. Нужно ждать спаншу. Ну, вот просто в одно обновение ОК. Башня сил света на нижней лени разрушена. Ничего не как. Ну, окей, Медлинию потеряли, конечно. Ну, пирт съедает куроки. Чего тоже был добивать. Кингсгриппер держит Мотобо Мэну. Три удара. Пату. Пату там расфидели. Зачем по одному идти? Ну, боже. Ужасло. Просто ужасно. Ну и потеряли мид. Благо, ничего больше не удаётся. Тайт Хантер идёт вперёд. Есть реведж, но его прячут. Его прячут. Хвост пытается нагнать. Там ещё Саведж Роба сейчас будет. Там ещё БКБ есть в ТОД. Он просто включает БКБ и тапаут. Казарма сил света на центральной линии атакуют. Не пробить симпайр и пайр. Вот немного расслабились и сразу же получили. Получили минус 11 тысяч. И это ещё график не обновлён. Очень много проиграли. Ну, вот, собственно говоря, Медведь покупает тот самый Владмир. Понимает, что делать. Но, честно говоря, это такой тайминг. Такое тайминговое окно. То, что не было ульта Дес Профит. Он только кончился. Не было ульта Тайда. Там, по-моему, ещё чего-то не было. И при этом оказались 5 на 5 около базы импайр. Я не знаю, чтобы эти все события совпали в одно целое, это нужно постараться. Так импайр ещё при этом сыграли неосторожно. Ну, вот это действительно жёсткая оплошность. А ликвиды красавцы. Закинули, закинули. Ликвиды молодцы. Воспользовались моментом. Конечно, вынесли, ну, если не максимум, то точно очень много. Конечно, в идеале для них это снесение ещё нижней стороны. Но пока ещё держится импайр. Понятное дело, что 11 тысяч как-то отыграть можно. Но без одной стороны будет уже тяжеловато. Тем более, играя против Медведей и против Брутманда. Хорошо, Рошана заходит, а их должны забирать очень быстро, пока ликвиды очухаются, пока поймут, что нужно делать. Успеет уже Рошан погибнуть. Да, Медведь там сплит пушит спокойно. Сейчас поймёт, что соперник на Рошане. Мишка и грызёт Тавар. Просто посмотри на этот дэмэдж. Там ещё Джевелин. Сейчас будет башка. Бах, бах, бах. Минус Тавар. Идут, идут, идут Рошан. Очень долго убивают импайр. У хвоста прежнему нет урона. Тамбас стоит, и Тамбу нужно срочно сбивать. Надо срочно убить Рошана за протееки, иначе пропадут. И забивает Крос, Сноу-пол, Жираш, Молрис Панч. Есть, есть, конечно, Жерейл. Это очень хороший, так съедает моментально. Тамба по-прежнему стоит. Фата неплохо ультанул, но, в принципе, не пострадали импайр. Этот кантер сейчас погиб раз мне на фату, а лошадь делает дп. Вот, там грудашка боковой зашла. Бараки падают сверху. Просто Медведь сгрызает. В итоге, но у Фира тоже минусует. Тамба всё ещё стоит, её так не смогли сбить. Да, и Медведь съел верхнюю линию. Кошмар. Даже в этом моменте проиграли с импайр. Очень тяжёлая драка против Тамбы на Рошане. Вот этот зомби, он просто с самого начала игры встал поперёк горла. Не смогли сбить Тамбу, байбекается ОД и что? И опять нету двух ультимейтов? И как сейчас отбиваться, непонятно. Ну, это вот минус как раз-таки уже непосредственно самого пика. То есть, есть у них такие ультимативные способности, которые требуют большой кулдаун. Если вы потратили их, вам нужно чем-то занимать противника и не давать им возможности собраться вместе и устраивать замес 5 на 5. Но Ликвиды делают всё правильно. Они понимают, что тайминги есть определённые, что Тайдхантер пока не боец, что у Деспрофит пока ультимейта нет ещё 49 секунд, и этим нужно пользоваться. Смотри, Тусик аж Трвела себе купил по этому случаю. Понимают, насколько сейчас важная ситуация. Хвост выходит, у него есть Таегис. Кулдаун. Под бафом пока ставится Том Стоун. Том Стоун нужно разрушить. Том Стоун, Тайдхантер заходит, просто кладет противника. Там Бай ещё живёт, там Ба падает. И теперь приходит Фата. Фата начинает развлекаться с Деспрофит, поднимает себя в Юл. Фанник страдает, его сгрызают. Ну и Фата всех раскладывает. Как же больно. Минус 2 уже без байбэка. Хвост пытается уйти. Накрыли Деспрофит, Деспрофит, байбэк. И Цикерковна потеряет Аегис. Ну а как противника убивать? Там же они все, ну, чуть ли не с пулл фп стоят. Да, и Сайланс на бруде работает просто отлично. ДГ, Браво, Ликвид. Как шикарно они поймали соперника на таймингах. Очень красивая игра. Вот, особенно вот этот вот финальный байбэк. Там Тусик продаёт всё вообще. Уезжает на тревелах на базу соперника, чтобы допушить. Потому что такого шанса может и не быть. Я впечатлён. Вчера Ликвиды играли хорошо, но не настолько. Молодцы, молодцы. Эмпайр, конечно, допустили ошибки. Безусловно, сами. Они, думаю, прекрасно понимают. Сейчас потом разбирать будут по этой карте, что это не так произошло. Молнееносно наказали. Да, там, то есть ситуация была вообще. Никто, никого не должен был убивать. Графики показывают. Ноль. Там драка какая-то прошла. Ничего страшного. Идёт стандартный отпуш. И тут такое приваливается сверху, что пережить оказалось сложно. Два замеса проиграли. И, в общем-то, беда. 1-0 в серии.